Для некоторых лета с его цветами и плодами не просто красивая пора, но и большая проблема. Когда все вокруг цветет и пахнет, в первую очередь страдают аллергики. У Натальи Харитоновой трое детей и у всех в разное время года проявляется поленос. К сезону аллергии семья готовится заранее. Сейчас мы уже адаптировались, мы научились с этим справляться. Мы проводим определенные манипуляции, там такие как промывание, после прогулки, использование спреев перед прогулкой. Поэтому нет, мы живем обычной жизнью, играем, гуляем, занимаемся спортом. Летом чаще всего возникает аллергия на травы, например, на злаковые, райграсс и тимофеевку. Первые проявления поленоза часто путают с обычной простудой. Однако при аллергии не повышается температура, и это главное отличие, говорят врачи. Полностью избавиться от аллергических реакций нельзя, но если следовать всем рекомендациям медиков, можно блокировать неприятные симптомы. Есть еще один важный момент. Большинство наших растений, которые вызывают аллергию, имеют перекреосную реакцию со многими пищевыми продуктами. Опять же, аллергия на березу, например, часто сопровождается с развитием реакции на косточковые фрукты, на орехи, яблоки, персики, абрикосы, сливы. И в этом случае употребление в момент обострения поленоза в пищу этих продуктов может вызвать очень тяжелые проявления вплоть до ангионевротического отека, и это действительно может потребовать госпитализации. Если лечением поленоза не заниматься вовсе, заболевание может прогрессировать и со временем может перейти в бронхиальную астму, говорят врачи. Поэтому игнорировать первые проявления аллергии нельзя. Нужно сразу обратиться в больницу, пройти обследование и подобрать все необходимые препараты. В тяжелых случаях, по словам медиков, может потребоваться стационарное лечение. Мэриил Чан, Максим Гусев, Константин Головин. События.